от двух до восьми столько одновременно цветов встречается на флагах разных государств самый популярный цвет для флагов белый затем идет красный цвет а потом черный замыкают пятерку популярных флаговых цветов синий и голубой связано это в основном с символизмом так как каждый цвет что-то означает белый чистоту красный жертвенность силу и свободу а голубой или синий верность и честность в целом на флагах встречаются почти любые цвета но все же есть исключение наука об изучении флагов называется векселология и сегодня мы с вами на время станем векселологами чтобы узнать по какой причине государства обделили фиолетовый цвет и не включили его свои флаги но перед тем как мы приступим непосредственно к изучению цветовых флаговых вопросов подпишитесь на канал так вы будете видеть подобный контент чаще получать уведомления о новых выпусках не забывайте и поставить лайк после просмотра если вам понравится не понравится пишите в комментариях не понравилось егор переделай все и так хотя фиолетовый или пурпурный цвет является популярным цветом для одежды и украшений ни одна страна долгое время не использовала его для своего флага нет четкой причины почему это так поскольку выбор цвета флага может зависеть от множества факторов включая историческое и культурное значение региональную символику и эстетические соображения одно из возможных объяснений состоит в том что фиолетовые или пурпурные красители исторически было труднее и дороже производить чем другие цвета и поэтому они реже использовались при создании национальных флагов кроме того некоторые страны могли отказаться от использования фиолетового или пурпурного цвета на своих флагах чтобы отличаться от других стран или избегать ассоциации с конкретными политическими или культурными движениями в конечном счете отсутствие фиолетового или пурпурного цвета на национальных флагах вероятно связано с сочетанием исторических культурных и эстетических факторов они с преднамеренным выбором для исключения цвета. До 1800 года нашей эры фиолетовый цвет был настолько редок и дорог, что стоил дороже золота. И на протяжении веков этот цвет всегда ассоциировался с богатством и властью. И его носил только определенный класс людей, вплоть до королевы Елизаветы. Она запретила носить его всем, кроме своей королевской семьи. Материальным вопросом можно объяснить и тот факт, что одним из наиболее популярных флаговых цветов был белый. Поскольку его получить можно было относительно легко, так как льняные ткани уже были априори белыми. Причина отличия фиолетового цвета в том, что он был очень редким, а краситель, использовавшийся при его производстве, был очень дорогим. Так как этот краситель поступал от торговцев в городе Тир, Южный Ливан, с финикийской эры. И они добывали этот краситель из мелких морских улиток, которых больше нигде нет в мире. И его добыча была очень сложной и требовала больших усилий. Плоть до того, что им требовалось более 10 тысяч раковин, чтобы извлечь только один грамм красителя. И, конечно, эту краску могли позволить себе только правители. Поэтому фиолетовый цвет ассоциировался с классами правителей Египта, Рима и Персии. Цвет даже в какой-то момент стали называть цветом монархов. Краска была настолько дорога, даже для некоторых правителей, что римский император Аврелиан не разрешал жене покупать пурпурные одежды, потому что краска стоила в три раза больше ее веса в золоте. И, конечно, ни одна страна не была в состоянии выдержать такие затраты на использование фиолетового цвета на своем флаге. Фиолетовый стал доступен широкой публике лишь с 1856 года, когда 18-летний химик Уильям Генри Перкин, пытаясь создать лекарство от малярии, случайно изготовил фиалковое соединение и заметил, что им можно красить ткани в фиолетовый цвет. И он взял на него патент и начал производить его в больших масштабах и стал неприлично богатым из-за этого совпадения. Он тут же запатентовал свое изобретение, а позже открыл собственную фабрику неподалеку от Лондона. Спустя несколько лет краситель стал настолько популярным, что одежду фиолетового цвета постоянно носила королева Виктория. С того времени фиолетовый цвет стал доступен всем людям и его значение померкло. Но Перкин успел за 10 лет заработать миллионы, а потом продал фабрику и углубился в исследовательскую деятельность. Что касается флагов стран, большинство из них с того времени не менялись. Хотя сегодня можно обнаружить немного фиолетового цвета на флагах Доминики. Там изображена птица с фиолетовым оперением. И Никарагуа. Здесь можно разглядеть радугу. Фиолетовый решили заключить именно в радугу неспроста. Фиолетовый нередко являлся траурным цветом, коим для нас является черный. Розовый цвет также не используется в флагах, потому что он не имеет никакого значения. Как, например, уже упомянутый ранее белый или красный. Зато розовый в некоторых странах ассоциируется с легкомысленностью, инфантильностью, а потому неудивительно, что цвет не появляется ни на одном флаге. Также крайне редко на флагах можно встретить коричневый или серый цвета, так как они не являются геральдическими цветами. Друзья, если этот выпуск вам понравился, жду лайк. Делитесь в комментариях, какие факты о каких странах вы хотели бы узнать. Возможно, что-то новое о городах, достопримечательностях. В ближайшее время я отправляюсь в большое путешествие. Лечу в Стамбул, из Стамбула в Лондон, из Лондона в Мадрид, дальше в Брюссель, в Женеву. В общем, меня ждут долгие, большие путешествия. Напоминаю, что у меня есть два канала. Один с Maps Education про зарубежное образование, где я делаю обзоры на зарубежные учебные заведения. Поэтому обязательно подписывайтесь, если вам интересна учеба в других странах, если вам интересны школы, колледжи, университеты. На своем канале Егор Еремеев я рассказываю, собственно говоря, интересные факты о городах, странах, где бываю, где путешествую, куда планирую поехать. Подписывайтесь, остаемся на связи и до встречи.